Приветствую вас, и начну я, пожалуй, с конца, то есть с того момента, где вы просите описать тип подобного человека. Правда, это не совсем правильный, с темиологической точки зрения, запрос, потому что тип личности – это немножечко не то в данном случае, вот. Тип личности – это не раскроет вам тех данных, которые вы хотите узнать, вот. А самолюбимость, самовлюбленность и то, что у вас мужчина волгнался и привык к тому, что женщины за ним ухаживают, а также эгоизм – это, по сути дела, следствие воспитания человека. То есть человек, он либо мужчины, что он сам по себе единственный и неповторимый, либо, напротив, ему не додавали внимание, не додавали свое время в детстве ласки и тепла, и человек научился получать его самостоятельно, но только вот через такую модель поведения. Данный индивид думает только о себе, считает, что только его мнение правильное и верное. Смотрит такой человек только на собственную выгоду. Выгода других людей его не волнует. По вполне понятным причинам, я надеюсь, потому что человек думает только о себе по тем двум критериям, о которых я говорил. И, собственно, все хорошо только тогда, когда хорошо у него. То есть если у него все хорошо, то, соответственно, и у близких, у вас, например, тоже будет все хорошо. Но если у него плохо, то и, соответственно, у вас тоже будет все плохо. Рассчитывать на поддержку от такого человека тогда, когда вам нужно, не стоит. То есть поддержать он вас смотрит только тогда, когда ему это будет выгодно и когда он либо ничего для себя не потеряет, либо это будет ему ничего, либо это наоборот что-то ему даст. То есть поддержка, если она будет, то будет только в рамках удобного ему поведения и не более того. Значит, что еще хотел бы вам сказать. Такой человек будет пытаться обостраивать вас под себя. Такой человек будет пытаться вас делать так, чтобы вы были для него идеальны, женщины такой, какой он вас видит. То есть его не особо будет волновать то, например, чего хотите вы, то, например, что интересно и нужно вам и так далее. Вот это все его волновать не будет. А по-настоящему его будет волновать только то, что относится непосредственно к нему. То есть вот то, что именно с ним связано, вот то его и волнует все. Больше ничего его не будет беспокоиться. Вот это вот вам нужно для себя признать. Также человек считает себя самым главным. Человек считает себя самым ценным. Человек позиционирует себя, ну, без лишней доли скромности, миривым. То есть эгоист это, как правило, и эгоцентрист, считающий свое мнение единственно верным, а чужое мнение неправильным. И либо вы с его мнением соглашаетесь и, как бы, находитесь с ним, либо вы с его мнением не соглашаетесь. И либо он пытается вас активно переделать, либо он вас обталкивает. То есть это не тот человек, который будет мириться, искать компромиссы, идти на уступки и прочее, прочее, прочее. Вот, к сожалению, к сожалению, данный факт именно такой. И я хотел бы, чтобы вы как-то человек об этом задумались всерьез. То есть я не буду вам здесь говорить о том, что, там, подумайте, например, там, может быть, вы не захотите с ним быть и так далее, это вам решать. А я скажу вам только вот то, как вам нужно себя с ним вести. Вариантов поведения у вас два. Первый вариант поведения такой, что вы как бы соглашаетесь на все условия, которые мужчина вам выдвигает. То есть фактически полностью дескредитируете себя ради него. И в данном случае это едва ли не единственный шанс, едва ли не единственная возможность, чтобы удержать его рядом с собой, если вы этого хотите. А второй важный вариант поведения – это поведение, как бы, противоречащее ему. То есть вы, с одной стороны, даете ему понять, что вы можете быть той женщиной, какой он хочет видеть вас, и вы можете дать ему то, чего он хочет. Но, с другой стороны, давать ему то, чего он хочет, вы будете только на своих условиях. И все. То есть покажите ему то, что вы не собираетесь быть для него еще одной вот его женщиной, которая, да, там, за ним ухаживает, как вы говорите. И, с одной стороны, с одной стороны, данный аспект может как вашего мужчину и простимулировать к тому, чтобы быть, например, с вами и завоевывать вас. А, с другой стороны, может, наоборот, сделать так, что мужчина от вас, как бы, отдалится и не будет ничего для вас делать. То есть вот это, как бы, два разных таких, я бы сказал, даже полюсных, полюсных моделей поведения, которые вы можете либо использовать, либо нет. То есть решать здесь, понятное дело, дело вам. Вообще, исходить нужно из того, чего вы хотите, вот, сами, для себя. Потому что, если, например, вы хотите, чтобы у вас с этим молодым человеком были отношения, или вы хотите отношений, ну, скажем так, равноправных, допустим, то это одно. И действовать нужно по одному пути. По пути, как раз таки, научения мужчины. То есть вам именно нужно его научить быть другим. Опять же, только играя на том, что ему нужно, только играя на том, чего он хочет, там, и так далее. Вот. Если вам нужно, чтобы он был с вами любой ценой, то тогда объективно нужно сделать так, чтобы он просто был доволен. Но вы подобным, подобным поведением своим можете сделать, по сути, так, что он не будет вас уважать. И с вами он будет до тех пор, пока ему удобно. Вот. Ему удобно, он будет с вами, а ему пристанет быть удобно, и он уже не будет с вами. Вот. Но решать этот вопрос, безусловно, нужно вам самостоятельно и только для себя. То есть здесь я не думаю, что кто-то вправе давать вам какие-то советы. Вот. Можно только лично задать вам вот такой вопрос. Вот. Вы говорите, что я люблю этого человека, да, мой любимый человек, это вот такой. Завнавшийся, самовлюбленный и прочий. И окей, это завнавшийся, самовлюбленный и прочий человек. Но, смотрите, он ведь таким был всегда, правильно? Всегда. Значит, если вы его любите, а вы сказали, что это любимый человек, значит, если вы его любите, то он во мной. Вы его принимаете таким, как он есть. Если вы принимаете его таким, как он есть, ну, давайте предположим, что вы его изначально все-таки принимали таким, как он есть. То получается что? Что что-то потом поменялось? Получается что? Что вы перестали его теперь принимать таким, как он есть? Или как? Или что? Это вот тоже, на мой взгляд, такая очень важная часть проблемы, потому что если вы не определитесь со своим отношением к мужчине, то вряд ли вы сможете построить с ним адекватные отношения. Потому что адекватные отношения в первую очередь выстраиваются именно на том, как вы к человеку относитесь, да, как вы его воспринимаете. А вот здесь, мне кажется, ну, по моему мнению, здесь у вас наблюдаются определенные такие вот проблемы, которые решить сразу же не представляются, ну, например, мне не представляются возможным. Потому что вроде бы вы его любите, но в то же время говорите, что у него есть недостатки. Но эти недостатки, если они были сразу, то они же никуда не денутся, правильно? И вы для себя определите, вы принимаете такого человека? Готовы ли вы с ним быть? Готовы ли вы тратить на него свое время в своей жизни или нет? Вот и все. Потому что любовь – это принятие человека таким, какой он есть. Если вы его не принимаете, если вы не знаете, как с ним себя вести, то волей-неволей возникает подозрение. И вопрос – а для чего вы с ним вообще в отношениях тогда? Ну, это вам нужно опять же решить самой. Я на этом, думаю, заканчиваю свой ответ. Надеюсь, что он был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я вам помогу с радостью. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!